Каким ты был? Каким ты стал? Чего нашел, что потерял? Каким ты был? Был молодым, очкастым, нервным и худым. Каким ты стал? На вид суров, порой шумишь на докторов, с учениками старший брат, в семье отец и демократ, а в самом деле ты какой? Очкастый, нервный и худой. 1985 год. Стихотворение «Глупые записки» Виктора Сойфера. Посвящено другу тоже Виктору. О себе или о товарищей писал автор свои 40 лет. По сути, любое произведение автобиографично, любое лирическое произведение даже, казалось бы, технического автора. Более 500 публикаций профессора, члена-корреспондента Российской Академии Наук Виктора Сойфера – это научные статьи и книги, приведенные на разные языки мира. Его деятельность, исследовательская, академическая, организаторская, всегда на виду. Известный самарский ректор, видный российский ученый. 20 лет он возглавлял крупнейший вуз губернии – Самарский государственный Аэрокосмический университет. Воспоминания детства, яркие переживания юности, размышления зрелого, состоявшегося руководителя, лирические отступления Виктора Сойфера. Вот это дом моего детства. Я здесь родился. Вот три верхних окошка, квартиры моего дедушки Карпова Максима Андреевича. Он был директором этого элеватора. Я здесь воспитывался, в общем, практически до семи лет. А потом еще довольно долго приходил сюда. На субботу-воскресенье бабушка Анна Алексеевна лепешки пекла. Мы с дедушкой в кино ходили по площади Куйбышева. Играли мы вот здесь, и была небольшая площадка. Часто ходили на Самарку купаться, речка была чистая, лодка была, плавали на Татьянку. Так что вот до семи лет я жил здесь. Почему в раннем детстве Витя жил с дедушкой? Родители много работали, у отца после смерти первой жены остались две маленьких дочери. А в послевоенные годы даже в мирном Куйбышеве было непросто. Родившийся в год победы Виктор, кстати, победитель в переводе, на время, пока все уладится, утрясется, должен был пожить с родителями мамы Нины Максимовны. Конец сороковых, хлебная площадь, небольшой рыночек, вечная самарская пыль. Грязность была, пыльная была, очень много голубей. И верблюды, помню, приходили. Тоже у меня такое детское воспоминание. Ну, помню, с дедушкой уже, когда чуть я старше был, вот в воскресенье я лет, наверное, до 15 сюда к нему приходил. Ну, и лет до 12 мы с ним шли по улице Куйбышской, в кино с ним ходили, на дневной сеанс, смотрели. Дедушка очень любил старые индийские фильмы тогда шли, сентиментальные. Дедушка смотрит, плачет. Зайдет еще, 150 грамм портвейн купит, там мне конфетку, вот мы смотрим с ним. Непреклонность, ответственность, требовательность, но в то же время мягкость и даже сентиментальность. Характер деда Максима Карпова достался внуку Виктору Сойферу. Хотя часто говорят, что Виктор Александрович похож на своего отца, Александра Мироновича Сойфера. Во многом, наверное, из-за того, что и отец, и сын в разное время стояли у руля большого корабля под названием Куйбышевский авиационный институт, Самарский аэрокосмический университет. Собственно, Александр Сойфер начинал строить этот корабль. Он был организатором авиационного вуза в военном Куйбышеве. В июне 1942 года специально для этого он приезжает сюда из Казани, куда только что эвакуировал Харьковский авиационный институт. Из воспоминаний Александра Мироновича Сойфера. В очень жаркий день, 20 июля, я с чемоданом в руке поднимался от Куйбышевского речного вокзала и стремился поскорее достичь кооперативной улицы, где, по заверениям представителя наркомата, было приготовлено прекрасное здание для будущего института. Каждое большое строение вызывало волнение. Не это ли? Когда я подошел к площади имени Куйбышева, был в полной уверенности, что передо мной находится именно то здание, которое ждет, чтобы его заполнили студентами. Увы, этот дворец был занят большим театром. Дом номер 151 вызывал некоторое разочарование. Двухцветный и мрачноватый. Захожу, ничего понять не могу. Одни крохотные коморки с фанерными стенками, шум примусов, визг детей. Отыскиваю коменданта, сообщая, что перед ним находится руководитель будущего очага культуры, науки и техники, который очаг должен запылать в этом здании во всю мощь не позднее, чем через два с половиной месяца. Это очень рассмешило полувоенного товарища. Отдышавшись от смеха, он объяснил мне, что в уверенном ему здании расположено общежитие одного из заводов, что здесь проживает до двух тысяч рабочих с семьями. В заключении он добавил, учитывая невероятное переуплотнение города, что только безумец может надеяться освободить от жильцов и перегородок залы, аудитории и кабинеты этого корпуса. Представить нереально, но буквально за два с небольшим месяца общие кухни и закопченные комнаты становятся учебными аудиториями. Плотно заселенное общежитие превращается в вуз. В Куйбышев готовить инженеров, которых так не хватало в войну на оборонных заводах. По приглашению Александра Мироновича приезжают преподаватели со всего Союза. Большинство из них остаются здесь и после войны. Практически все сотрудники живут рядом, буквально через квартал от института, в том числе и первый директор КУАИ. Здесь же пройдут школьные и студенческие годы его сына Виктора Сойфера. Вот дом, где я жил, так стабильно с 1952 года по 1973 год. Здесь жили преподаватели Куйбышевского авиационного института и мой отец, мама. Здесь, пожалуй, самые такие воспоминания, ну, когда уже я взрослый более-менее стал, детишки. Вот играли в этих дворах, прыгали с сараев в сугробы, в общем, залазили на крышу. Интересно, своему появлению на свет Виктор Сойфер обязан именно Куйбышевскому авиационному институту. Его родители познакомились тут, хотя эта встреча могла бы и не состояться. Мама училась в Герценском институте, ее зовут Нина Максимовна, в Ленинграде. И перед самой войной дедушка ее уговорил все же вернуться в Куйбышев, уже ощущалась война. Она успела вернуться в 1940 году, окончила Куйбышевский пединститут по специальности физика. И вот пошла преподавать в авиационной, только организованной. Жилой дом на улице Самарской становится эдаким неформальным филиалом вуза. Приходя домой, преподаватели продолжают обсуждать учебные планы. Здесь завсегдатые студенты на скамейках у подъезда раскладывают свои курсовые проекты. Во всей этой среде варятся преподавательские дети. Не мудрено, что большинство из них, став взрослыми, свяжут свою жизнь с Куаи. Так в 1962 году золотой медалист, абитуриент Куйбышевского авиационного института Виктор Софер переступает порог того же самого здания, куда с неискрываемым удивлением в 1942 году заходил его отец. Вот первый корпус Куйбышевского авиационного института, куда я поступил учиться в 1962 году, вместе с Валерием Грушиным, кстати, имя которого сейчас связывается с фестивалем авторской песни. Более того, с Валерием мы работали на одном заводе на Хлебной площади и делили, как говорится, скудный кошт в то время. Пора студенчества, время приобретения друзей и их потерь. Первым, кого потерял Виктор Софер и его однокурсники, это Валера Грушин. Он погиб в 1967 году. Наверное, поэтому сегодня Самарский аэрокосмический университет неформально шествует над фестивалем авторской песни, названным «В честь ушедшего товарища». Для старшего поколения преподавателей СГАО, в том числе и для нашего героя Виктора Софера, Грушинский фестиваль, возможно, не только почтить память друга, но еще и повод вспомнить, как было все иначе тогда, в 60-е годы. Как пароходы плывут года, и мы выходим на гитару, А фестивалю жить всегда, и приглашать друзей в Савару. А фестивалю жить всегда, и приглашать друзей в Савару. Гитара, я имею в виду гитара сцены Грушинского фестиваля, она, конечно, не терпит фальша, она не терпит снобизма, она не терпит пафосности. Вот как нам показалось, как нам передали потом люди, мнению которых мы доверяем, что у нас получилось сделать так, чтобы это было симпатично. Это, безусловно, не было высшим мастерством бардовской песни, но это было симпатично. И в чем, собственно, заслуга Виктора Александровича Сойфера, потому что, собственно, насколько я помню, окончательное решение мы приняли тогда, когда он, так сказать, сказал, что это обязательно надо сделать. Любительская съемка 1996 года. С того выступления на грушинской сцене, стилизованной под гитару, прошло почти 15 лет. Текст написали, выучили, а, выйдя на публику, забыли, пришлось по бумажке петь. Сегодня смешно и трогательно вспоминать те моменты. Мэр крупного города, ректор крупного вуза, представители администрации, без галстуков, без снобизма и без комплексов. Будто на сцене своего родного вуза в 60-х, 70-х годах. Вот это время учебы, оно, естественно, самое веселое в моей жизни, беззаботное. Родители оба были живы, жил я рядышком здесь. Было бесконечное число праздников. Вот здесь у нас проходили вечера, я участвовал в стемах КВН-ах. Не как актер, я... Ну, в КВН-ах, естественно, я участвовал, как капитан команды я был. Вот, а в стемах писал там всякие сцены, мы участвовали, ездили на весну, побеждали. Помню, в Киев поехали, в общем, все было замечательно. Я заболел ветрянкой в результате, во взрослом возрасте. Вот, так что было, можно было меня на сцену выпускать спокойно, без грима. Они жили весело, студенты-шестидесятники, послевоенное поколение. Естественно, немногочисленные. Даже после победы детей рождалось мало. Повзрослев, эти дети будто пытались наверстать упущенные своими родителями, прошедшими голод и Великую Отечественную войну. У них, конечно, такая работоспособность, я отмечаю. Ну, такой очень широкий, так сказать, кругозор. Вот у людей этих лет, такого послевоенного поколения, как-то все же вера определенная в светлое будущее у всех, как это не банально звучит. Ну, то есть они более цельные такие люди. Они успевали везде и учились на отличные, работали, бегали на танцы и водку пили. Как же без того? Поступали на капустниках и писали фельгетоны в студенческую газету. Ну, это, собственно, первое знакомство с ним и состоялось. Не как с профессором, не как с ученым, не как с замечательным человеком, а как с литератором. Потому что в газете «Полет» у Самарского аэрокосмического университета, тогда еще Куйбышевского аэроэнергетического института, он писал... Газета вообще была очень скучная. Единственное, что я читал, это рассказы, которые подписывал автор Басой. Один из них был Балакин. Нынешний, как я помню, проректор университета Сой. Это Виктор Александрович Сойфер. Мимозаметно притихшего вахтера мощной лавиной двигалась пестрая толпа. Некоторые проходили по чужим студенческим билетам. Некоторые по книжечкам добровольного общества друзей птиц и зверей. Некоторые стыдливо протягивали сложенные в четверо несвежие носовые платки. Наиболее опытные проходили просто так, гипнотизируя охранника устремленным в будущее взглядом или таинственным жестом, который, видимо, символизировал доставание билета. Только профессорско-преподавательский состав на первокурсники тянули свое удостоверение. Первым пройти просто так мешали преклонные годы и кристальная честность, вторым – молодость и недостаток самообладания. Вахтер с большой грустью смотрел на толпу и думал по своей нелегкой судьбе. Фильетон студента Виктора Сойфера, опубликованный в газете «Полет» в 1966 году. Изменилось ли что-то с тех пор? Насколько, в принципе, за 20, 30, 40 лет может измениться студенчество? И насколько меняется человек, переходя на другую сторону баррикады и студентов в преподаватели? Не только в силу молодости, скорее, благодаря свойствам характера. Находить общий язык со студентами ему было просто с самого начала его преподавательской деятельности. Что такое спать на лекциях, что такое учиться и работать одновременно, Сойфер знал по себе, ведь сам он начинал работать еще даже в школьные годы. Оказывается, карьера ректора когда-то начиналась с макаронной фабрики. Я жил в такое интересное время, хрущевское, оно в разных отношениях, маленьким, в смысле, молодым было интересно. Одним из тезисов было, что надо людей приобщать к физическому труду, производственной деятельности. Ну и меня это коснулось, в общем-то, в полной мере. Потому что уже в восьмом классе мы начали, по-моему, два дня в неделю работать на макаронной фабрике. Это вот первое место, где я работал, на слесарном участке. Мы ходили туда, был наставник, дедок такой. Вот. И там, в тарном цеху, как говорили, ящики, то есть сколачивали. И вот слесарном. То есть год примерно прошел под знаком макаронной фабрики, и мы все время пытались выяснить, как же дырочки в макаронах получаются. В студенческие годы Виктор с товарищами, не пропуская занятий, трудился на оборонном заводе, кстати, неподалеку от дедушкиного дома на Хлебной площади в Самаре. Жизнь часто приводит нас в одни и те же места, или, сказать точнее, связывает нас с определенными местами на всю жизнь. По сути, Куйбышевский авиационный институт, Самарский аэрокосмический университет стал для Виктора Сойфера одним из таких мест. Окончив УЗ, он остается здесь работать. Для меня это не то, что как-то странно, а скорее удивительно. То есть он с самого первого дня своей профессиональной деятельности работал в институте. То есть у меня, если взять трудовую книжку, там 4 или 5 разных организаций, мне 40 лет сейчас. А он, в общем-то, проработал практически всю жизнь в одном и том заведении. Сейчас такого, наверное, уже не увидишь. Карьерная лестница Виктора Сойфера. Младший научный сотрудник КУАИ, старший научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель. Уже в 29 лет он становится доцентом, а буквально спустя год деканом факультета информатики Куйбышевского авиационного института. Став деканом, он очень рано стал деканом, лет около 30, он вычитывал где-то формулировку, что декан – это десятник, а десятник – это идет из истории. В общем, это пастух, что декан – это пастух студентов, если дословно это понимать. И вот этим-то мы должны заниматься, любить студентов, пасти их, заботиться о них. Вот такая была концепция. Я был в то время членом комитета комсомола, активным стройотрядовцем, и как раз в тот период времени произошло разделение радиотехнического факультета, из которого выделился факультет системотехники, который впоследствии получил номер 6. И Виктор Александрович стал первым деканом этого факультета, и для нас, тогдашних студентов, комсомольцев, он был не только деканом молодым нового факультета, но он был еще и самым молодым доктором наук в авиационном институте. В 26 лет защитил кандидатскую диссертацию в 33 года докторскую. С 1981 года Виктор Сойфер – профессор. Человек науки, он и не стремился к высоким должностям и руководящим постам, но в 1990 году получил предложение стать ректором ведущего вуза области. Хотя на тот момент в авиационном институте он работал по совместительству, занимаясь научной деятельностью в Российской Академии Наук. Я стал ректором в 1990 году, то есть 20 лет вот практически назад. Неожиданно. В тот момент я уже не был деканом. Восемь лет я проработал. С 1983 года я остался заведовать кафедрой, который, кстати, заведует до сих пор кафедрой технической кибернетики. На тот момент шла волна демократизации, и много наших преподавателей, нашего вуза в разные уровни совета пошли. В том числе и, значит, вот ректор наш тогдашний Шорин Владимир Павлович, он был избран в Верховный Совет Шорин и предложил мне занять его должность. Ну, с таким условием, собственно, это было оговорено у депутатов, что он мог вернуться. Как правило, кто-то из проректоров остается за ректора, исполняет эти обязанности и так далее. Но Куйбышевский аудиционный институт, может быть, тем был и хорошим, что мы не пошли по формальному признаку. Мы поискали человека, который был в научном плане, в чисто человеческом плане, чисто интеллектуального развития. Вот хотелось человека, достойного его предшественников. Ну, в первую очередь, мы ориентировались на Виктора Павловича Лукачева. Вот, и всем хотелось именно этого. И тогда вот мы поступили нетрадиционно, и просто заведующего кафедрой, все проректоры, в общем-то, и ученые Совет согласились назначить и исполнять обязанность на время отсутствия Шорина, значит, вот, и Виктора Сойфера. Виктора Сойфера в университете нередко сравнивают с другим ректором, с Виктором Лукачевым. Во-первых, долгие годы руководства. Лукачев на ректорской должности провел более 30 лет. В 2010 году исполняется 20 лет, как университет возглавляет Сойфер. Во-вторых, деловые, человеческие качества, умение найти подход к разным людям и к разным ситуациям. И, в-третьих, время, что Лукачев, что Софер принимают руководство ВУЗом в переходные для страны периоды. Задачей Лукачева было сохранить кадр, удержать лидерские позиции института, развить его у Софера в начале 90-х годов, все те же цели, только уже в других экономических реалиях. С одной стороны, все рушится, с другой, именно в переходные периоды появляются возможности для развития. Время было, ну, переходные, перестройки, время было самое трудное. Высшую школу решили разгосударствить, сделать частные школы высшего образования. Естественно, это была бы гибель образования в России в принципе. Но, тем не менее, подвигали нас молодые реформаторы к этому, и финансирование практически прекратилось. Это было сложнейшее время. Но в это сложнейшее время, у нас еще тогда были живы наши предприятия аэрокосмического профиля, с ними Виктор Александрович тоже налаживал контакты. И мы же в 90-х годах уже построили 10-этажный дом для сотрудников, и всех туда заселили. Затем мы построили спортивную вставку между общежитиями, затем мы построили медиа-центр. Да, мы в 90-е годы достроили под крышу, без средств совершенно, 14-й корпус. Именно при Софере Куйбышевский авиационный институт становится Самарским аэрокосмическим университетом. За годы руководства Софером университетский кампус прибавил 50 тысяч квадратных метров. Даже когда строительство не финансировалось, Виктор Александрович находил выходы, как привлечь инвестиции в развитие вуза. Гордость университетского городка Сгау – крупнейший в России медиа-центр, построенный в 2006 году. Но кроме квадратных метров, этажей и учебных комнат. Софер принимает вуз с 12 специальностями, а за годы его ректорства это количество растает до 50. В штате преподавателей доля докторов наук увеличивается в 4 раза. Интересно, что кроме развития своего университета в конце 90-х Софер решается на эксперимент. Он становится одним из инициаторов появления в губернии нового учебного заведения – Международного института рынка. Я могу сказать, что мир – это один из многочисленных, я бы сказал, успешных проектов, за которые брался Виктор Сан Сойфер. Виктор Сан является человеком системного склада мышления. Он всегда очень, я бы сказал, щепетильно подходит к тем проектам и делам, за которые он берется. Но если он принимает решение, что он занимается тем или иным проектом, то как показывает опыт, как показывает жизнь, как правило, эти проекты являются успешными, и они получаются. Среди всех достижений научных, учебных, строительных, я бы все-таки, может быть, наиболее выделил эту мудрость. Умный человек, говорит, умеет выходить из самых трудных ситуаций, а мудрый в них не попадает. Вот как-то мы все-таки в тяжелой ситуации, благодаря его умелому руководству, никогда не попадали. В 1990-х, в 2000-х годах на базе СГАУ появляется Самарский инновационный бизнес-инкубатор, региональный центр информатизации в сфере образования и науки, Поволжский центр космической геоинформатики, научно-образовательный центр лазерных систем и технологий, Межкафедеральное конструкторское бюро малой авиации и еще более 20 научно-исследовательских и производственных центров. Вперед и вверх! Неформальный девиз Самарского аэрокоса. Стремление к новому. Постоянный курс на развитие. В 2006 году СГАУ занял третье место в всероссийском конкурсе высших учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы. А в 2009 году ВУЗ получил статус Национального исследовательского университета в числе первых 12 ведущих ВУЗов России. То, что, повторяю, ВУЗ достиг такого вот успеха, это и личная победа его. Личная. Может быть, это, если взять, вот так скажем, глобально за всю жизнь, что он сделал, может быть, это эпохальное такое событие. Потому что ВУЗ будет продолжать развиваться по этому варианту еще как минимум 10 лет. Это особое финансирование, это особый статус, это возможность экспериментирования. Это, безусловно, заслуга всего коллектива, команда единомышленников. Но как оркестр не смог бы звучать без дирижера, так и ВУЗ не добился бы таких успехов без опытного руководителя, настоящего лидера. 20 лет во главе с ГАУ. В год своего юбилея Виктор Софер покидает пост ректора, но не прощается с университетом. С 1982 года он возглавляет кафедру технической кибернетики и он продолжит руководить ею. В апреле 2010 года Виктор Софер выбран президентом Самарского государственного аэрокосмического университета. Административной работой, я уверен, надо вот где-то на переломе 60-65 лет прекращать заниматься. А лучше заниматься тем, ну, чем-то таким, где человек сам себе принадлежит и не руководит большими коллективами. Это вот моя глубокая убежденность. По завершении ректорской службы я больше буду заниматься любимым делом. У меня много учеников, много книг, в том числе переведенных в разных странах, там, в Англии, в Америке, в Китае, там. Мне это все, в общем, интересно. С 1993 года Виктор Софер – директор Института системы обработки изображений Российской Академии Наук. А с 2000 года он член-корреспондент РАН. Я хочу сказать, что Российская Академия Наук ее ругают часто, но нет другого такого сообщества, где вот у нас бы можно было встретить таких разных и таких выдающихся людей. Мне хотелось бы вспомнить людей, которые большую роль сыграли в моей жизни. Я их считаю своими учителями. Вот Александр Михайлович Прохоров, Нобелевский лауреат, физик, выдающийся один из изобретателей лазеров. Мне посчастливилось долгие годы с Александром Михайловичем работать. Позже я познакомился с Жарес Ивановичем Алферовым, но человек абсолютно выдающийся во всех отношениях, в том числе и как человек, он вдохновляет, потому что 80 лет это, ну, мотор, динамит, человек взрывной и тоже человек абсолютно выдающийся. Вот здесь дальше Юрий Васильевич Гуляев. В каждом мобильном телефоне, как говорит Юрий Васильевич, примерно 15 его элементов, изобретенных им. При этом человек очень скромный и живет очень скромно. Юрий Иванович Журавлев, академик математики, ну, в математике Нобелевские премии не дают, но если бы давали, он бы, конечно, ее получил. Когда Виктора Александровича спрашиваешь о его увлечениях, он в шутку говорит наука. На самом деле научно-исследовательская деятельность – большая и значимая часть его жизни. Кроме того, много времени он посвящает и общественной деятельности. С 2009 года он руководитель общественной палаты Самарской области. Это довольно сложная задача, потому что в общественную палату входят люди совершенно разных общественных, так сказать, и политических взглядов, да, разных социальных групп. И, в общем-то, задача руководителя общественной палаты – суметь стать для каждого из этих людей и организаций человеком уважаемым, человеком, который может их консолидировать, организовать их работу. И, как вот показал опыт уже первой работы общественной палаты Самарской области, Виктор Александрович является первым ее председателем. Ему это удается очень хорошо. В плотном графике, в постоянных поездках, встречах возникает вопрос, а хватает ли у этого человека времени на хобби, досуг, отдых, на встречи с друзьями и разговоры по душам. Какой он в неформальной обстановке? Для меня Виктор Александрович – это друг, который я ценю, уважаю, люблю. И в моей жизни он сыграл достаточно серьезную роль. Он не намного, но постарше. Тогда как-то это вот чувствовалось, и я как бы смотрел и соизмерял многие вещи с его позиции. У него оригинальные видели многих вещей, происходящих в обществе. Когда уже я стал мэром города, и он, собственно, я не могу сказать, что он был в моей команде, но это был всегда человек, с которым можно было посоветоваться, на которого можно опереться. Я с удовольствием себя причислил к людям его команды. Отец какой? Ну, как бы он для меня сейчас человек, к которому можно обратиться, в общем-то, за советом во многих ситуациях, так сказать, и жизненных, и профессиональных, ну, потому что у него достаточно, в общем, большой опыт жизни, и зачастую, в общем, его мнение бывает полезным. Лауреат Государственной премии Российской Федерации и правительства Российской Федерации, обладатель Ордена Почета за большой вклад в разработку и освоение новых видов специальной техники и Ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени, заслуженный деятель науки Российской Федерации, друг, отец, муж, дед, руководитель, ученый, творческий человек, Куйбышевский авиационный институт, Самарский аэрокосмический университет, в его жизни это место встреч, место открытий, место судьбоносных решений. Ведь, как и его родители, со своей супругой Викторией Антоновной, Виктор Александрович познакомился тоже в тех же стенах, в том же вузе, правда, вот не в рабочей обстановке, а на танцах. Сегодня у того же первого корпуса СГАУ в голову приходят лирические строчки, будто 40 лет назад он пишет стихи в студенческую газету «Полёт». Ироничная философия городского жителя. Я вчера увидел воробья на тротуаре, и вот такое четверослише в голову мне пришло. Воробей купается в пыли, тротуар опять не подмели. Городская пыль, печаль моя, но сейчас я рад за воробья. Творчество новое, творчество былых лет, уже в другом корпусе вуза, на другом конце города, в современном университетском кампусе, в своем, еще ректорском кабинете, Виктор Сойфер листает дневник, написанный рукой Сойфера-студента. Достоверный рассказ о том, как пять жителей города Самара поехали в Крым, и что из этого вышло. Характерно, что я написал «Самара» в 65-м году, хотя это был Куйбышев, самый Куйбышев. Написано Сэмом, такая у меня кличка была, иллюстрация «Краба». «Краб» — это Витя Федоров покойный. Сегодня, 3 июля 65-го года, в 17 часов 35 минут самарского времени, наша Шаланда с полным составом команды взяла курс на город Вольск. Нужно заметить, что лодка была не совсем готова к путешествию. С 8 утра мы и двое работяг приводили ее в божеский вид. В 13 часов лодка была готова, мы выставили работягам пол-литра водки, московской особой, и полокли лодку на воду. На воде лодка повела себя не лучшим образом, стала изображать себя скверик с тремя фонтанами. Прилив радостью команда это и вызвала. Ну, короче, мы там латали эту лодку деревянную, что-то там тонули пару раз, ну, в общем, забавно это все было. Самое яркое, ну, помню, дикая гроза была около Хвалынска, мы кое-как пристали, палатку разбить не смогли, что-то там накрылись чем-то, нам потом все-таки установили, место подходящее все уснули. Оказалось, что мы палатку ровно на дороге, вот, где скот идет, установили, и утром что-то такое, топот жуткий, все просыпаемся, а там скотина идет тучей на нас, и наша палатка стоит прямо на дороге, вот, где идет скот на водопой. Вот это я запомнил. Ну, и много чего было смешного, там, молодые были, все пытались рыбу ловить. Рыбы не было, конечно, никакой ели, тушенку, консерву, водку пили, естественно. В память о тех беззаботных каникулах Виктор Сойфер сделал копии своих студенческих путевых записок для своих друзей-путешественников, как и Виктору Александровичу, сегодня им по 65 лет. Часто в неформальных кругах их называют шестидесятниками, в честь времени, на которое пришлась их молодость. Это успешные, уважаемые люди, что не мешает им смеяться, шутить и, возможно, совершать маленькие безумства. Кто знает, может быть, участники того волжского путешествия спустя 40 лет вновь отважатся отправиться в плавание на старенькой Шоланде, будто герои известного фильма «Верные друзья», взрослые люди в душе мальчишки, среди которых, кстати, был один академик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok